Центр заводского района, проспект энтузиастов. Место дислокации выбрано не случайно, недалеко отдел полиции, чтобы доставлять наиболее злостных нарушителей. Такого скопления автоинспектора в городе не видели давно. Причина усиления – резко ухудшившаяся ситуация на дорогах. С сегодняшнего дня на территории города Саратова создан так называемый сводный отряд. Состоит он из сотрудников полка ДПС по городу Саратову, а также приданных сил с районов Саратовской области. Всего в сутки на дороге нашего города выходит более 100 экипажей полка ДПС, которые привлечены работать в направлении выявлений правонарушений, нарушений правил дорожного движения, а также в целях профилактики дорожного травматизма, так скажем. Связано это с тем, что у нас увеличено число аварий, которые произошли на территории нашего города по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. У нас уже на территории города, начиная с января 2012 года, пострадало свыше 950 человек. Они получили травмы различной степени тяжести в дорожно-транспортных происшествиях. Еще 28 человек погибли. На энтузиастов дежурят инспекторы, которые в том числе приехали в Саратов из Булакова. На наших глазах задерживают излишне затонированное авто. Водитель прячется от камеры в автомобиле. На месте пытается устранить нарушения. Еще один любитель тонировки попался прямо напротив администрации заводского района. Водитель утверждает, что уже купил затонированную машину. Эта такая была. Я ее купил. Я ее не оформил на меня. Сотрудники выявляют абсолютно все нарушения правил дорожного движения, начиная с самых незначительных, таких как, например, не пристегнутый ремнем безопасности водителя, либо его пассажиры, либо разговоры по мобильному телефону во время движения. И также водители, которые находятся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, то есть и грубые нарушения рейд тоже захватывает. Так непосредственно здесь мы поработали по автомобилям, которые не подходят по техническому регламенту безопасности дорожного движения, согласно которому светопропускаемость лобового и передних боковых стекол должна превышать 75%. Но устранение нарушения тонировщикам дают сутки. Если в течение последующих трех месяцев автолюбитель снова попадется на тонировки, то его привлекут к административной ответственности за невыполнение требований сотрудника полиции. За этот проступок можно получить арест сроком до 15 суток. Работа сводного отряда в Саратове продлится как минимум до конца недели. Первые итоги впечатляют. О них на заседании гордома доложил начальник саратовской полиции Андрей Чапурной. Сложная оперативная обстановка на территории города по линии безопасности дорожного движения, поэтому начальником главного управления Леводоросии по Саратовской области, генерал-процентр полиции Трифовым Николай Ивановичем принято решение создать слонный отряд. Но могу сказать, что свыше 1300 административных правонарушений было выявлено за день проведения этих мероприятий. Раскрыто. Задержано было 6 лиц, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного пьянения только в дневное время. Лицо задержанное, которое подпадает, которое повторно уже управлялось в состоянии обвинения, сегодня возбуждено уголовное дело по статье 264. Задержанное лицо, которое в состоянии алкогольного пьянения угнал машину. Что не имеет навыков управления, такое он мог бы принести, это понятно. Задержанное, сегодня возбуждено уголовное дело по уголовному. Материал передали в следственный комитет, в следственном органе, о даче взятка за лицо, которое задержалось в состоянии алкогольного пьянения, предложил в сотрудник УДПС денежное вознаграждение. Соответственно, был задержан. Сейчас вопрос решается о возбуждении уголовного дела. По мнению Андрея Чапурнова, транспортная дисциплина в Саратове хромает. Создание сводного отряда и его работы в областном центре призвано ее поднять и привести особо расслабившихся автолюбителей в чувства.